АПЛОДИСМЕНТЫ Формат единого национального тестирования в очередной раз изменился. Теперь ЕНТ разделили на два этапа. По окончании школы и при поступлении в ВУЗ. Какие еще нововведения ожидают выпускников школ с этого года? И помогут ли новшества минимизировать стресс? Давайте говорить сегодня об этом в ток-шоу Ямая Бигбаева. Здравствуйте! Споры вокруг ЕНТ не утихают уже много лет. Каждый год что-то меняется, но родители и общественники по-прежнему недовольны. В 2015 году ЕНТ и вовсе предлагали отменить. Но нет, без тестирования на экзаменах пока, видимо, не обойтись. Как и без желания общественности сгущать краски вокруг отдельных вопросов. Давайте все по порядку. Итак, изменения какие и в чем? Мы начинаем. Дорогие друзья, у нас сегодня в студии представители Министерства образования и науки Республики Казахстан. Давайте их поприветствуем. Они сегодня будут нам отвечать на многие вопросы. Итак, в этом году будут экзамены вступительные, верно? И выпускные. Что это даст? На самом деле, действительно, разделение формата ЕНТ на итоговую аттестацию в школе раздельной и вступительные экзамены при поступлении в ВУЗ раздельно, это направлено на то, чтобы, наверное, у выпускников школ больше развивать именно аналитическое мышление, логическое, критическое. Ну, собственно, как было тогда, когда мы заканчивали школу, да? Я с вами соглашусь. Да, действительно. Почему? Потому что по завершению школы сегодня выпускник будет сдавать положенные свои выпускные экзамены, получает документы об образовании о завершении школы и в отдельности приходит ВУЗ сдавать вступительные экзамены, которые будут именно в формате ЕНТ в тестовой форме. А вам не кажется, что мы снова нашим школьникам усложняем жизнь? То есть столько времени, 13 лет они учились вот ставить галочки в нужные клеточки, хотя была возможность тогда, еще много лет назад, не вводить вот это и продолжать сдавать экзамены сначала в выпускные, потом вступительные. Теперь, как только они привыкли к этому формату, мы снова возвращаемся к старому. Ну, вы знаете, я не думаю, что этот формат, он усложнит. На самом деле... Не усложнит? Конечно, нет. Школьники, которые учились все 11 лет, они просто подтверждают свои знания, на самом деле, если так посмотреть. С другой стороны, я думаю, разделение такое, это просто веление времени. У нас в студии сегодня выпускница Аида Абаз. Давайте ее поприветствуем, дорогие друзья. И спросим, вот, собственно, у героев всех этих нововведений, реформ и новшеств, как вам такая реформа? Ну... Готовитесь? Это, да, но это было все неожиданно, и для подготовки осталось очень мало времени, и до этого времени все было как-то неосознанно. А чему вас учили до этого времени? Заучивать правильные ответы? Нет, мы учились так же, но мы больше готовились к тестам, то, что, ну, выбирать варианты ответов, а сейчас... Ну, я и говорю, заучивать правильный ответ, да? Да, правильный ответ, а сейчас все уже по-другому, и у нас, можно сказать, не было времени так больше подготовиться. Вообще, на самом деле, времени было достаточно, об этом уже министерство сообщило в ноябре 2016 года, что формат ЕНТ меняется, и итоговая аттестация, она ничем не сложна, и вообще она не должна, как бы, настораживать всех наших выпускников. Это те же экзамены. Вы будете сдавать экзамены в своей родной школе, в родных стенах своим же учителям. Поэтому здесь ничего страшного. А скажите, пожалуйста, какие именно будут экзамены? Значит, экзамены будут по пяти предметам, уже наши выпускники все это знают. Значит, два экзамена будут письменно, два экзамена в тестовой форме, и один экзамен в устной форме, это история Казахстана. Письменный экзамен, это эссе будет на своем родном языке. Если это школа с казахским языком обучения, они будут писать эссе на казахском языке, а школу с русским языком обучения, то есть тоже на русском языке эссе писать. Спасибо огромное. У нас в гостях еще Рамазан Алимкулов, директор Национального центра тестирования Министерства образования Республики Казахстан. Позвольте вас поприветствовать. Вы нам можете ответить на следующий вопрос. Что за предмет грамотность чтения и почему он станет обязательным при поступлении? Ну, во-первых, грамотность чтения это не отдельно какой-либо школьный предмет. Грамотность чтения предполагает, а вот вы вначале сами задали вопрос, почему раньше при Союзе мы оценивали аналитическое мышление, функциональную грамотность, а потом начали переходить на тестирование, где вот наша гостья подтвердила, что были факты заучивания и угадывания. В этой связи грамотность чтения, она направлена на раскрытие критического мышления, функциональной грамотности, на то, чтобы понимать текст, выуживать оттуда необходимую информацию, сопоставлять и в дальнейшем использовать. Почему это направление введено при, скажем, на ЕНТ? То есть в дальнейшем при обучении в высшем учебном заведении вот именно эти навыки и пригодятся ему. Ирина Владимировна, как вы относитесь к очередной большой перемене в сфере образования? Это очень ожидаемая перемена, и мы просто общественность, я ранее была активной общественницей, и именно этот вопрос мы и поднимали, о том, что ЕНТ должно приобрести совершенно другие формы. И нужно разделить, конечно же, этап заканчивания, оканчивания школы и этап поступления в ВУЗы. И, наконец-то, министерство смогло это сделать, и мы видим то, что видим сегодня. Конечно, сейчас, послушав нашу выпускницу, мы можем сказать, наверное, они, конечно, переживают ребята о том, как они смогут сдать ЕНТ. Я думаю, что нынешний формат ЕНТ, он гораздо проще, чем был тот формат, который был ранее. Поскольку, наверное, когда школу заканчивают ребята, лучше педагогов никто не знает, на что способен ребенок. Они намного более точно могут оценить, чем вот просто листок бумаги, бесстрастный. Но тогда, я помню, когда вводилось вот это только все новшество ЕНТ, и вот эти все квадратики мы закрашивали, нам говорили, это искоренит коррупцию. Ну, в данном случае формат ЕНТ остается для поступающих в ВУЗы, когда будут распределяться гранты. Здесь цена вопроса очень высокая. Либо ты будешь платить, либо ты будешь бесплатно обучаться. И здесь, конечно, должно быть полностью объективный подход, и субъективизм полностью должен быть исключен. И вместе с тем, очень хорошо, что наши ребята, которые учатся и претендуют на Алтенбельги, сегодня могут получить в школе этот знак. Вот, кстати, обладатели и претенденты на Алтенбельга, они, по-моему, больше всего переживают сейчас, как что будет у них. Почему? У них повода нет для беспокойства и переживаний. Вот, ну как нет повода? По-моему, для них отменили какие-то привилегии. Да, нет? Какие-то привилегии, да. Согласно закону образования, теперь с этого года они все наравне со всеми выпускниками сдают ЕНТ. При поступлении. При поступлении, да. Просто, насколько я помню, золотые медалисты у нас в школах никогда никаких экзаменов при поступлении не сдавали. В школе замечательно отучился, молочина, выбирай. То есть это было неким поощрением за то, что ты все время хорошо учился в школе. Все, ты можешь выбрать любой вуз, который тебе только понравится. А почему у нас отменили привилегии? Можно добавить мнение сказать? Да, да. Вообще, понятие красный диплом, золотая медаль, это все пережитки Советского Союза. Ни в одной стране мира нету вот таких вот определенных каких-то льгот. Если же во время обучения определенного уровня, если получает определенные хорошие знания, соответственно, эти знания подтверждаются именно на вышестоящем уровне образования. Ну вот, откровенно говоря, если уж говорить о пережитках, как вы выражаетесь, того времени, то то образование было достаточно хорошим. И мне не кажется, что нужно уж так. Мы уже один раз отказывались от всех его преимуществ и достоинств. Сейчас мне просто хочется понять. Получается, тех, кто учится лучше всех, их уравняли со всеми. Так какая у них мотивация тогда быть лучше всех, если в любом случае при окончании школы они не пользуются никакими привилегиями? Скажите мне, пожалуйста, объясните. Мне кажется, об уравнивании говорить нельзя. Почему? Потому что Алтенбельга, он получил за то, что все один из лет учился в школе на отлично и имел определенные успехи. Алтенбельга, он подтверждает знания о том, что действительно освоил программу среднего образования. А при поступлении в ВОЗ первый этап, для чего они сдают ЕНТ? Для того, чтобы претендовать на право обучения по гранту. Но при распределении гранта, когда проводится конкурс, как и ранее, остается преимущественное право для определенных категорий абитуриентов при равенстве баллов. И именно первой категорией у нас определены выпускники школ, которые завершили на Алтенбельга. Майя Снегирева у нас в гостях сегодня, директор школы номер 33 Целиноградского района Акмолинской области. Вот как сейчас ваши учащиеся настроены на экзамены? Как вы сами относитесь к этой реформе? Дело в том, что я хотела сначала, если можно, дополнить реплику, да, в плане того, что уравниваются дети. Вы знаете, я считаю, что человек, если все 11 лет обучается на отлично, имеет стабильные, хорошие базовые знания, для него это лишний рубеж подтвердить, что он отличник. Значит, он должен сдавать более качественно ЕНТ, он должен быть, подтверждать еще раз доверие учителей. Тот багаж, который в него вложили, он должен блистать и далее. Поэтому здесь психологической травмы не должно быть, я считаю, что это абсолютно нормальная тенденция. Наоборот, мы подстегиваем те гетто, которые были, учились на 4, на 3. Может быть, они сдадут и будут лучше, чем Алтенбельги. Вот мы говорили, извините, что психологической травмы не должно быть. Но мы не знаем, есть ли это травма у ребенка или нет. Потому что ребенок себя ведет по-разному, в различных ситуациях. Здесь я согласна с вами. Вот представьте себе, вот я работала несколько лет представительного министерства, я ездила по регионам, вы знаете, я видела очень разные вещи. Я видела, что ребенок выскакивал из аудитории с криком, не готовьтесь к выпускному балу, готовьтесь к моим похоронам, потому что я не дождался того, что я хотел. Я не смог сделать то, что я хотел. Он кричал. Не маме ли своей, которая его запугала до ужаса перед экзаменами? Он кричал по коридору, он бегал по коридору, он бегал на улицу. У ребенка была истерика натуральная. И пришлось действительно после того, как закончился этот экзамен, мне тоже выйти, поговорить и с ребенком, и с мамой. И выясняется, что действительно мама добивалась, добивала этого ребенка. Мама требовала от него, что он должен добиться таких-то успехов. И если он не добьется таких успехов, то из него не выйдет хороший человек. Вы знаете, у нас на эту тему будет героиня, и именно стрессу, и поведению родителей, и педагогов мы посвятим отдельно блок в нашей программе. Сегодня у нас есть еще люди, гости, которые хотят высказаться на эту тему. Амир Саминбетов, журналист, мой коллега. Что ты думаешь по поводу этого нововведения? Скажите, пожалуйста, во-первых, выпускников все время готовят к НТ. Все 11 лет. Они на зубрежке всегда были, отмечали на методом тыканья. Теперь вели эссе. Эссе, дети не готовы к этому. Хорошо, но они сдадут. А ведь это может отразиться на рейтингах школы. Как вы считаете? Ведь все школы же гонятся за рейтингами. Вообще это неправильно. Здесь законодательно не закреплено, что должен быть рейтинг между школами по итоговой аттестации. А ну рейтинг же в любом случае существует? Скажите, пожалуйста. Да, рейтинг существует. Да, криода вообще на школе. Я вам могу сказать с точки зрения практики, да, рейтинги существуют, негласные рейтинги. Когда подводится соответствие балам ЕНТ и среднему уровню показателя района, области, республики, мы всегда должны соответствовать. Скажу вам честно, каждая организация образования должна превзойти рейтинг областной как минимум. Вот так вот, да? Можно обратить внимание здесь, да. Должна, должна, должна. Нет, нет, секундочку. Можно я обращу внимание на тот момент, что до прошлого года, да, действительно рейтинг школ, наверное, был. Но с этого года уже однозначно принят приказ, есть соответствующее решение, что рейтинга школ не будет. Единственное, результаты выпускных экзаменов и результаты поступления в ВУЗ, они могут использоваться при проведении мониторинга, чтобы принять последующие действия для улучшения еще ситуации. Но как таково с этого года рейтинги школ не будут. У меня возникает сразу много вопросов, да, как готовить детей к математической грамотности, потому что я учитель математики, 13 лет мы готовили вот так вот. Мы должны научить ребенка считать, мы должны ребенка научить правильно отмечать вопросы, ой, ответы. А сейчас как? Что такое математическая грамотность? Абсолютно мы к этому не готовы, не готовы, наверное, все. Дело в том, что вы вот в своем выступлении подтверждаете о том, что мы 13 лет готовили, отмечали какие-то ответы. Я думаю, что не совсем правильно это. За 13 лет или за время обучения в школе надо готовить в рамках государственного обязательного стандарта образования, в том числе и по математике. И более того, могу вам сказать, что эти тестовые вопросы по математической грамотности готовят такие же специалисты по профилю, как и вы. То есть мы отбираем по Казахстану из организации среднего образования. Это обычные педагоги, в частности математики, у которых стаж работы от 3 до 5 лет, как минимум первая или высшая категория. Мы их обучаем тестологии, краткий курс, получают сертификаты. После этого мы вторую экспертизу, как бы отбор, фильтруем. После этого они составляют тестовые вопросы. То есть здесь ничего такого со стороны извне. Извне какие-либо специалисты для нас вопроса не составляют. Спасибо огромное. Подробнее о том, кто готовит вопросы для детей, мы поговорим чуть позже, а сейчас мы продолжаем. Говорят, что ЕНТ отбраковывает незаурядных личностей. Люди с творческим и аналитическим складом ума уступают тем, кто способен хорошо запоминать энциклопедические сведения. Имена, даты, названия. Это не требует особого таланта, а вот утрата молодым поколениям способностей мыслить логически и выстраивать причинно-следственные связи может негативно отразиться на интеллектуальном уровне общества в целом. Об этом в продолжении нашего ток-шоу. В современном мире объем информации растет с каждым годом. То, что мы знали вчера, уже не актуально сегодня. Знания устаревают с каждым днем, подвергаются опровержению, переосмыслению. Так ли важно в этих условиях ребенку иметь набор энциклопедических знаний? Или важнее умение работать с этими фактами, выстраивая причинно-следственные связи? Итак, у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, Ирина Владимировна, как вы считаете, действительно ли ЕНТ взращивает некое поколение Google, назовем его так? Так. Прежний формат ЕНТ, на самом деле, когда заучивали материал и накапливали просто знания, как таковые, без возможности их применения. Да, на самом деле это было так. Сегодняшний формат ЕНТ, который предлагается, он дает посыл к тому, чтобы в школе все-таки развивали ребенка, чтобы он мог анализировать, чтобы он мог применять свои знания на практике. Это посыл к будущему. То есть получается, вот эти нововведения, они наоборот помогают взращивать незаурядных личностей и выявлять их. Да, личностей с критическим мышлением, со своим подходом, с творчеством и так далее. Вот этот формат ЕНТ будет это поддерживать. Вот тут у нас Амир сказал об эссе, его очень боятся. Что-то можете сказать в защиту? Ну, знаете, если позволите, я скажу. Конечно, сама структура эссе достаточно сложна. Если мы в рамках школьной программы, в рамках ГОСО, мы всегда старались писать сочинения, изложения, да, какие-то творческие, мини-какие-то творения, скажем так, детские. Здесь ребенок сейчас должен просто перестроиться, определить, какая структура четко эссе. Как только он это для себя примет, все будет прекрасно. Здесь, смотрите, ранняя профилизация. То есть, если ребенок определил для себя профессию журналиста, профессию актера, он приходит осознанно уже в нее. Не просто так по ЕНТ натыкал необходимое количество баллов, пришел в ВУЗ, соответственно, взял бюджетное место и продолжил учиться. Многие ведь понимают через год, через два, что это не их профессия. Либо с дипломом в кармане уходят совершенно в другую сферу. Бывают и такие случаи по старому формату. А сейчас, прежде чем поступить, ребенок примерит это на себя. Ну, мне кажется, конечно, для ребят, которые выбирают творческие профессии, вот я была одним из тех, то есть, как раз-таки, мое поколение выпускников, на нас пришлось впервые введение тестирования в ВУЗах. И тогда в КАЗГУ мы пришли и, то есть, отвечали не устно на наши вопросы и не имели контакта с педагогом. Мы сделали... Просто ставили галочки. И для меня тогда это был действительно стресс. И я набрала немного тогда баллов, но если бы тогда была возможность ответить устно или написать эссе, я думаю, что я была бы одной из первых. Поэтому для ребят, которые именно развиваются творчески, хотят себя попробовать, я не знаю, в режиссуре, журналистике, еще где-то, для них это великолепная возможность себя проявить. Мне кажется, что это здорово. Всегда же считается так, что первое поколение, на которое пришлись перемены, страдает. То есть, возможно, с годами это вот все отточится у нас, отформатизируется и будет хорошо. Нет ли опасения, что как раз-таки выпускники этого года наберут меньшее количество, допустим, каких-то хороших оценок, баллов и будет меньше? Ну, такие опасения могут на самом деле быть, но я полагаю, что изучив то, что будет на ЕНТ, я полагаю, что те дети, которые на самом деле хорошо учились, да, вот те, о которых мы говорим, они смогут показать свои знания, потому что там нет усложнения сегодня в ЕНТ. А ЕНТ, наоборот, ведет к тому, чтобы ребенок мог раскрыться при поступлении. Поэтому, мне кажется, здесь проблем не будет. Самая главная проблема, еще раз я хочу на ней остановиться, это обязательно ее прям выделить и сказать, что не нужно, чтобы проводились какие-либо рейтинги по окончании ЕНТ, чтобы не выстраивали школы, не сравнивали их друг с другом. Это результат ЕНТ, результат выпускных экзаменов, это результат для мониторинга Министерства образования о том, как помочь школам, если они оказались в какой-то ситуации. Правда же? Но ни в коем случае не сравнивать учителя с учителем и так далее, потому что там есть разные причины. Это самое первое, это просьба всех буквально. Это очень важно. И тогда, когда не будет этого стресса, будет спокойная ситуация. И тогда и дети будут спокойны, и учителя все просто придут и пройдут очередной простой рубеж. Мне кажется, можно Министерство образования рассмотреть и опыт других стран, когда поступление в вузы происходит два раза в год. Как, например, в зарубежных странах можно поступать и в феврале приступать. То есть попробовал себя здесь, не получилось, или ты взял себе тайм-аут после окончания школы и поступил потом в феврале, и это было бы замечательно. Кстати, какой проходной балл в этом году? 50 баллов. 50, да? А у меня здесь 65 баллов стоит. Можно я дам пояснение в этой части? Ирина Владимировна, вы очень хорошее предложение сказали. Действительно, мы над этим сейчас думаем, и возможно, как раз таки и с последующего года возможно будет это. Касательно проходного балла, для всех обычных вузов традиционно сохраняется проходной балл 50, а для национальных высших учебных заведений, если раньше было 70 баллов, то в текущем году 65 баллов. Вот об этом, да. Но я знаю, что есть специальности, где достаточно набрать 60 баллов. Это, например, сельхоз, науки, ветеринарии. И вот это меня очень напрягло, образование. На самом деле, по педагогическим специальностям 60 баллов, проходной балл для национальных высших учебных заведений, но для поступления на педагогические специальности, выпускник, он абитуриент, вернее, да, дополнительно сдает специальный экзамен. И специальный экзамен, он направлен на то, чтобы выявить его способности, насколько он в будущем способен быть учителем. Есть ли у него задатки общения, ораторские способности, лидерские качества, и вообще быть примером для детей. А мне кажется, наоборот, как раз-таки педагогов, к ним должны быть требования выше, чем ко всем остальным специальностям. Верно. И вот это как раз-таки через специальностям. Я считаю, что в данной ситуации, вы знаете, ситуация такова, что в педагогические вузы сегодня не очень охотно идут наши ребята, зная там об особенностях. То есть это связано с недостаточной востребованностью специальности, да? Да, вот одна из проблем. Но вместе с тем, вот введение такого творческого экзамена, конечно же, повышает требования к поступающим в эти вузы. Поэтому это уже хороший шаг. Ответственность повышается. Вы знаете, нас радует, что мы, когда мониторили результаты поступления на педагогические специальности, за последние годы наблюдается тенденция, что и Алтенбельг осознанно выпускники выбирают педагогические специальности. Если в предыдущие годы, к сожалению, не было их в числе абитуриентов, которые выбирали профессию учителя. А сегодня есть все-таки такие сильные выпускники, которые идут. И даже в рамках проекта Сербон они специально едут обучаться с южных регионов, северные или восточные, допустим, да, чтобы стать в будущем учителем. Это достойно аплодисментов, друзья. А знаете, еще хочется о чем поговорить? Мы тоже о такой нашумевшей теме в вопросах в ЕНТ о Нуртасе Адамбаеве и Баяне Сентаевой. Чья это была идея? Наверное, вопрос к вам. Мы не можем просто это не обсудить, потому что зрители будут ждать ответа на этот вопрос. Ну, во-первых, это пробные вопросы к ЕНТ, которые никогда на самом ЕНТ не встретятся. Теоретически, с точки зрения педагогических измерений и тестологии, можно использовать сплошные и несплошные тексты для выявления функциональной грамотности в том числе. За рубежом и во всем мире разрешается использовать тексты любые, я подчеркиваю, любые тексты из открытых источников. И при этом, если бы за рубежом использовались тексты, связанные с какими-то знаменитыми личностями, я не думаю, что там это вызвал какой-либо ажиотаж, поскольку все понимают, что вопрос не в самих персонажах, а вопрос в том, что надо прочитать этот текст, понять, насколько правильно выстроены дистракторы, насколько правильно выстроены тестовые вопросы, варианты, тем самым ответить, о чем этот текст. Вообще, у нас, знаете, иногда бывает такая тенденция, мы сами нагнетаем панику. Есть это и в учительской среде, когда что-то новое. Любая реформа, она влечет за собой вот этот взрыв паники. Потом, когда начинаем детализировать, разбираться, оказывается, все было замечательно, и ничего страшного, мы вперед идем к хорошо поставленной цели. Мы растим нормальное, стабильное будущее детям нашим. По-любому, вот, например, каждое новшество, будем мы против, будем мы за, оно все равно есть. И поэтому мы должны просто психологически готовить и детей, и родителей, и учителей, и вообще это все социальное пространство. Выпускники школ, уверенные в том, что ЕНТ едва ли не самый главный экзамен в их жизни. Кто объяснит им, что это не так? Это лишь первый переломный этап, каких в жизни будет немало. Самое печальное, что некоторые родители, вместо того, чтобы научить детей правильно оценивать ситуацию, сами накручивают ее так, что ребенок не всегда способен выдержать это давление. Об этом в продолжении нашего ток-шоу. ЕНТ в Казахстане скорее не экзамен, а битва за выживание детей и удовлетворение личных амбиций их родителей. А если сдать ЕНТ и поступить в ВУЗ не получилось, что же будет дальше? Наш следующий герой вспоминает этот период с дрожью. Почему? Спросим у него самого. Давайте поприветствуем Веру Гришину. Она пришла к нам сегодня, чтобы поделиться своей душераздирающей историей. Давайте ее поприветствуем. Присаживайтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Верочка. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы закончили школу 8 лет назад. Да, я закончила. Воспоминания до сих пор такие животрепещущие. Готовились к ЕНТ тщательно? Да, я очень готовилась к ЕНТ тщательно. Все говорили о ЕНТ. Я думала, что с ума сойду. Мои родители, вместо того, чтобы поддержать и успокоить, наоборот, говорили, если не сдашь ЕНТ, то твоя жизнь не сложится. Твоя жизнь не сложится, будешь всю жизнь полы мыть. Да, это был такой период нервной в моей жизни. А вообще, за день до экзаменов, мама мне сказала, что только если не наберешь баллы, будешь ждать чего-то плохого. Ну, как бы мне такую задачу поставила. И представляете, с каким настроением я пошла на этот экзамен. То есть был сплошной страх, стресс, да? Да, мне снились эти тесты, срезы знаний. Вообще. А в школе что происходило? Педагоги тоже были на взводе? Бесконечные срезы какие-нибудь наверняка? Да, они постоянно говорили, готовьтесь, готовьтесь, скоро ЕНТ. У меня уже в голове тоже ЕНТ. ЕНТ в будущем, ну, если у меня появятся дети, я не буду так прессинговать их, потому что надо относиться к ЕНТ как к простому экзамену. Ну, прежде всего, что это не конец жизни. Детей своих ничего такого требовать не будете, запугивать не будете наверняка, да? Да, запугивать, буду поддерживать наоборот. Спасибо, Верочка, за ваш рассказ. Действительно, ЕНТ это большой стресс, и в эти дни возле университетов, возле школ происходит настоящее столпотворение. Кто-то падает в обморок, кому-то приносят капли, кого-то отпаивают, кого-то откачивают, и скорая всегда готова. В общем, какой-то кошмар. Давайте вспомним, как это происходит, посмотрим на экран. Напряженные лица родителей, все с платочками. Вы посмотрите, как будто дети не экзамены сдают, а я не знаю, что здесь происходит. Друзья мои, как вы считаете, вот почему такой ажиотаж, и в конце концов, кого нам винить вот в таком вот нервном напряжении? Старый формат, сам по себе вот эти вот кадры, то, что мы видим, я считаю, что здесь две причины. Во-первых, согласно старому формату, это был совмещенный экзамен, это было показателем, в том числе и в административном измерении. Это ложилась очень большая социальная нагрузка, то есть это была нервозность создавала. По статистике, мы за 13 лет около полтора миллиона человек прошли через ЕНТ. Интересный факт, не более 70% участвовали на ЕНТ старого формата. Вопрос, почему? Почему? Потому что, на мой взгляд, это вот то, что я повторяюсь, определенная напряженность создавала социальную. Это было объектом статистики, в том числе и административного давления. Тем самым, для того, чтобы не снизить рейтинг школ или определенной школы, не совсем такие успевающие ученики искусственно выдавливались от участия ЕНТ. И это надо подтвердить, я думаю, педагоги с этим согласятся. И последние там 4 года начали только готовить к ЕНТ. Другие предметы они практически не обучали. Это тоже есть такие факты. То есть, по сути, виноваты все родители, которые давят на своих детей из-за всех сил, преподаватели, которые нервничают, на них-то давит руководство школы, на которое, в свою очередь, давит Министерство образования, да? В том числе показатели по Алтенбельге, поскольку они должны... На самом деле, вы знаете, как бы мы не хотели бы, наверное, сгладить вот эти вот краеугольные камни все, давление существует. И существует и по сей день. Потому что, может быть, не специально это делается, но мы понимаем свою ответственность. И вы сказали, что выдавливаются слабые ученики. Последние 2 года, я вам скажу, выдавить слабого ученика было очень сложно. Выдавливались как раз-то, наоборот, очень сильные дети. Как? Они самоудалялись от процедуры ЕНТ. Они утекали в ближнее дальнее зарубежье. Что самое страшное. Да, конечно. Мы теряли очень хороший, грамотный класс. Удичка мозгов, начиная со школьной скамьи. Да, да, да. И вот сейчас самое главное в новом формате этого не допустить. Потому что мы должны строить свою историю, мы должны строить свое будущее с нашими детьми. Вот, кстати говоря, Аида у нас типичный пример того, как выдавили с ЕНТ. В золотую медалистку, да, Алтенбельга? Ну, у меня на красный диплом. На Алтенбельга, конечно. Ну, красный диплом. Красный. Что там происходило? Еще раз расскажи нам, пожалуйста. Ну, вообще, была очень напряженная ситуация. Знаете, в школах постоянный ажиотаж. Учителя говорят, что мы его должны хорошо сдать. В свою очередь, ну, моя мама дала мне полную поддержку. Вот, кстати, ваша мама Акбала, она не просто мама, она еще и педагог. Да какой? Она дала вам поддержку. Да. И именно вы настояли на том, чтобы отказаться от ЕНТ? Да. Да? Вот чем было продиктовано такое решение? Ну, так как я сама в этой системе, и разные ситуации приходили, детки приходили тоже разные. Случай был, что мальчишка пришел, 11 класс, и говорит, со школы прям вот выпирает меня. Мама мне звонит и говорит, вот учитель, классный руководитель сказал, вот в середине года забирайте документы, потому что он не сдаст ЕНТ. Он просто его не сдаст. Все. Какой кошмар. Давайте спросим у психолога, как детей готовить к этому ответственному шагу в жизни, которого они при этом еще очень боятся? Я понимаю, наверное, работу нужно начинать с родителей, и тем не менее. Я думаю, что мы должны работать все вместе. А что говорит ребенку? Ребенку надо говорить, что это не проверка твоих знаний, а это новая возможность показать себя. Что ты сильный, что ты можешь, что ты уникальный. С прошлого года, насколько я знаю, есть возможность повторно сдать ЕНТ, но эта услуга уже платная. Какие результаты? Есть ли результаты? Очень хороший вопрос мой. Действительно, в прошлом году была предоставлена впервые такая возможность повторно сдавать ЕНТ и комплексное тестирование. И еще даже тем лицам, которые не смогли преодолеть пороговый балл при повторном тестировании, дали еще возможность зачисления на один семестр, и при условии, что в зимний период студент уже, так скажем, сдает тестирование положительное, то он продолжает обучение своим на первом курсе. И вы знаете, очень хороший эффект это дало. У нас 30 тысяч студентов смогли получить дополнительную возможность поступить в университет и сегодня успешно обучаться на первом курсе. Потрясающе, спасибо огромное. А знаете, еще о чем давайте сегодня поговорим? О шпаргалках. Во все времена экзамены, это была не только проверка знаний, но и ловкости рук, что называется. Вспомните еще фильм Гайдая, операция И и другие приключения Шурика, когда там на экзамене что только не придумывали студенты для того, чтобы заветную оценку получить. Но профессор был не лопух, и аппаратура при нем. У наших абитуриентов тоже сейчас какой только, и учеников какой только, аппаратуры нет. С каждым годом технологии растут. Кто пользовался шпаргалками, Аньмир? Конечно, все мы используем шпаргалками, но тотальный контроль, когда мы проходим, даже я сам сдавал винты. Во-первых, когда приходишь, это тотальный контроль со стороны правоохранительных органов. Но тем не менее мы умудрялись протаскивать. Каким образом? Что вы протаскивали? Мы протаскивали и шпаргалки, и телефон. У нас было три телефона. Понимаете, бывает... Это даже, знаете, сказать, это не шпаргалка, это уверенность в себе. Она... Мы хоть и не пользуемся им, но она дает нам некую уверенность. А вот мне хочется спросить у Аиды. Нынешнее поколение что там выдумывает для своих экзаменов? Какие же гаджеты приготовили? Микронаушники? Что? Ну и вправду, даже если ребята, которые учатся, они отлично, они все равно говорят, что если будет возможность, я спешу. Потому что это и правда уверенность в том, что и вдруг ты не вспомнишь какой-то вопрос, или заволнуешься, и забудешь. И это возможно, и чтобы ты был уверен, что хотя бы на один балл или на два ты сможешь это сделать. И да, сейчас дети многое придумывают, и все сидят. Я придумала. Сейчас-то у нас уже проверяющие, что ищут. Они ищут гаджеты, они ищут, значит, какие-то микронаушники. Поэтому можно старым способом на ручках написать, на ножках написать, и потом потихонечку все это... Камера, дело в том, что... И все это тоже идет цензура. Даже если они наклоняются и поднимают юбочку, поднимают брючки, это все проектируется. Добавить. Дело в том, что вот все эти проверки, они являются адекватной мерой со стороны министерства, государства в отношении... Вот вы сами подтверждаете и гордитесь, что у вас получилось списать. Хотя мы все понимаем, что это неправильно. Правильно? Раз вы заходите на оценивание своих знаний, вы должны заведомо, психологически и вообще в таком внутреннем понимать, что надо, средств должен быть объективным. А вы сами в годы своей юности, молодости не пользовались шпаргалками? Вот по шпаргалкам откровенно отвечу. Дело в том, что вот что касается шпаргалок. Сейчас на компьютере они маленьким таким шрифтом делают книжечки, это человек не понимает. При Союзе я делал шпаргалки, честно, но я сам писал. Даже если бы у меня отобрали бы, где-то процентов 30 у меня в голове это оставалось. Это правда, это правда. В нашей шпаргалке мы писали сами. Когда вы используете шпаргалки, вы не думаете о том, как бы ответить, вы думаете о том, как бы вытащить эту шпаргалку. И поэтому у вас уходит время только на это. В этом году мы в технологическом плане так же работаем, не отстаем. В этом году мы планируем... Металлоискатели? Нет, это все, естественно, это будет. Сканеры? Видео-онлайн-трансляция будет, и это будет мы вывешивать на облако, чтобы можно был... Любой житель Казахстана мог посмотреть любую точку проведения пункта ЕНТ и в режиме онлайн наблюдать, как это проходит. Ну и как вы считаете, нам относиться к этому, как обычному рубежу, если каждый житель Казахстана может отследить, как ты достаешь свою несчастную шпаргалку? Если ученик Абитурен будет ерзать, доставать что-то... Это мероприятие чуть ли не уровня защиты национальной безопасности. Спасибо огромное, а мы продолжаем. Надо сказать, что шпаргалка не так страшна, как ее молюют, считают даже ученые. Выдающийся физик, будучи учеником на экзаменах по физике, пользовался шпаргалкой, потому что с трудом запоминал формулы и постоянные величины. Однажды Ландау, а это был именно он, составил такую длинную сложную шпаргалку, что преподаватель пришел в восторг от того, насколько она была изящна и логично располагалась. Как она была написана. Эту шпаргалку взяли за основу при создании нового учебника по физике. Вот так вот. Кстати говоря, гораздо опаснее, наверное, в этом плане утечка информации, когда вопросы вдруг становятся известны до начала экзаменов. Что вот по этому вопросу предпринимается сейчас? Как защищается все это дело? Очень хороший вопрос. Спасибо. Во-первых, эти коды правильных ответов защищены законом о госсекретах. Это было введено несколько лет назад. После этого прекратились факты продажи, утечки, ответов на вопросы на ЕНТ. Мы признаем, что на рынке есть некоторые отдельные мошеннические действия и лица, которые предлагают, в том числе через интернет, какие-то коды правильных ответов, что-то или иные такие моменты решения этого вопроса. Хотим официально заявить, что все это ложь. Никаких утечек, продаж кодов правильных ответов не было. По крайней мере, последние три года могу сказать. И не будет точно. Спасибо за интересный разговор, очень полный. Все-таки хочется, чтобы человека оценивали по его способностям и таланту, а не по набору энциклопедических знаний. И новый формат тестирования и экзаменов позволяет надеяться, что ситуация в области образования значительно улучшится. Выпускники должны понимать, главный экзамен в их жизни вовсе не ЕНТ, а сама жизнь. И если вдруг что-то не получается сегодня, всегда есть шанс это исправить завтра. Давайте говорить на телеканале Хабар. До новых встреч. С вами была Майя Бигбаева. До свидания.